Здарова, ребята, Шамшурин Немного приболел И вообще это видео только в начале О прикосновениях И вот эта заставка для того, чтобы привлечь ваше внимание Была Вот Дальше это видео будет немножко о другом То есть о своих клиентах я немножко хотел вам рассказать Вот И в конце этого видоса у меня будет для вас подарок Это очень крутая штука Чуть позже расскажу Досмотрите до конца, подарок можете забрать по ссылке под видео Вот А сейчас хотел бы, особенно для тех ребят, которые Недавно меня смотрят И еще не знают, кто это такое Я хотел бы вкратце рассказать о прикосновениях Какие-то очень важные моменты, которые вам могут понадобиться Барум-барум-барум Причем Суть какая, что Я это не просто так вспомнил То есть мне тут недавно опять задавали вопрос По поводу как трогать А вот почему я начинаю трогать А девушка говорит бла-бла-бла и так далее То есть послушайте полезная для вас информация Итак, по поводу прикосновений Несколько важных моментов и фишек Да, то есть как прикасаться к женщине Как трогать Как ее Как сближаться с ней Во-первых, прикосновения они вообще должны быть естественны Да, то есть как бы Говорю, ничего нового не сказал Потому что многие почему-то считают, что все должно быть как-то само собой Когда мы там окажемся у нее дома Или у меня дома, хрен знает, как вы окажетесь Или просто они сидят-сидят, так и начинают резко долбиться в десны То есть это неправильно Вы должны постоянно прикасаться к девушке, которая вам нравится И постепенно увеличивать эти прикосновения Наращивать их Возбуждать эту девушку Для того, чтобы она все больше и больше к вам располагалась Второе Все должно быть плавно и постепенно, естественно На моем канале есть много видосов о том Как плавно и постепенно прикасаться к девушкам Все начинается там или с руки, или с запахов, или с шеи И с чего-то, с обнимашек То есть вы должны заниматься тем, что Вы должны ее плавно, плавно, плавно начать все больше и больше интенсивно трогать Не то, что вы сразу сидите, хватаете ее за ноги, за грудь и так далее Но это, по-моему, ежу понятно Следующее Прикосновения, они должны быть совмещены Надо совмещать два потока Речи, киноэстетику То есть нужно совмещать прикосновения с утилизацией некоторых женских страхов То есть, когда вы сидите с девушками на свидании У девушки есть определенные страхи относительно мужчины Относительно этого свидания Внутренние страхи Которые она вам никогда не озвучит, скорее всего И суть такая, что Одно дело, что вы ее трогаете Другое дело, что вы заранее эти страхи утилизируете Вы их как-то обрабатываете, что-то говорите Какие страхи? Что все это может быть на один раз То есть девушка может бояться того, что Ну, у вас будет сейчас какой-то секс сразу И все, и потом вы сольетесь Опять же, с помощью разговоров, диалогов и так далее Вы готовите ее к тому, чтобы она понимала, что вы не такой, вы нормальный чувак Вот, например, вы говорите, что Ты знаешь, вот у меня был такой друг Они поехали там на море Он там встретил девушку Вот, и они занялись сексом Прямо на первом свидании, на первой встрече И после этого он ее перевез к себе И все, они сейчас уже живут год счастливы и так далее То есть, через какие-то истории Следующее, что страх, что ты плохой любовник Как утилизировать страх, что ты плохой любовник Во-первых, грамотно и классно ее трогать и возбуждать, естественно Во-вторых, говорить о сексе Показывать свою избирательность, свою сытость и так далее Здесь сейчас подробно рассказывать не буду Следующий страх, что она думает, что все узнают об этом То есть, тебе нужно донести до девушки, что ты не делишься своей личной жизнью Никто не узнает о том, что у вас там с ней будет какая-то близость Или была близость Естественно, самый главный страх, что девушка не хочет показаться доступной Поэтому все эти прикосновения, как правило Так или иначе, будут в той или иной степени сопряжены с ее возражениями Когда она будет говорить Блин, я не готова, что ты торопишься Зачем ты меня трогаешь? Мне это не нравится, мне это неприятно и так далее И соответственно, все это ты должен научиться обрабатывать с помощью вербалики, с помощью слов И параллельно ты должен плавно наращивать кинестетику, наращивать прикосновения к девушке Следующий пункт Прикосновения должны быть так называемым эффектом волн То есть, что это значит? Эффект волн, это когда ты не просто сразу наращиваешь, наращиваешь То есть, ты немножко ее потрогал за руки, обнял еще что-то, волосы, шею По делу-то совсем чуть-чуть перестал Вернулся к обычному общению, начал пить чай и так далее, разговаривать Потом вернулся опять, но зашел уже чуть дальше, чуть глубже, чуть интенсивнее Потом опять, соответственно, откатился назад То есть, такие волны, но каждый раз ты заходишь все дальше и дальше В идеале нужно научиться Это приходит с опытом Есть определенные фишки Когда ты чувствуешь прям, что за долю секунды, что девушка вот сейчас-сейчас должна сказать Так, ну все, хватит, что ты меня лапаешь там, что ты меня трогаешь Перестань там, типа, не торопи события И вот за долю секунды до этого ты сам это прекращаешь И она не успевает тебе это сказать И у девушки такое, скажем, такое ощущение формируется в голове, что Блин, этот парень делает именно так, как я хочу И каждый раз она реально будет тебя допускать все глубже, глубже, дальше, дальше То есть, такие волны Эффект волн И нужно научиться чувствовать в тот момент, когда нужно отстраниться И через какое время нужно начать снова Опять же, нужно следующий пункт Помнить, что девушке важно сохранить свое лицо Ну, она будет всегда говорить, что это не нравится, там, ну, не надо Ну, как бы, всякое бывает, да, но мы берем среднестатистическую девушку И опять же, особенно новичкам, которые смотрят меня совсем недавно Рекомендую изучить такую штуку, как правило, трех нет О котором тоже где-то у меня на канале сто раз уже рассказано Или в книжке написано, или еще где-то То есть, вы должны усвоить, что если девушка говорит вам нет Это не значит, что нет, она же физически находится тут Она складывает в себя ответственность Она пытается не показаться доступной И вы, как бы, откатываетесь Потом через какое-то время повторяете эту попытку То есть, не надо воспринимать ее отказ Как фатальный отказ, что все, ее вообще никак не получится потрогать В конце этого видеокурса, вернее, видео Я тебе расскажу о видеокурсе прикосновения, кстати То есть, я в Питере проводил какое-то время назад семинар прикосновения То есть, показывал на живой девушке, там, в течение двух Или, там, двух с половиной часов Как трогать, как прикасаться, как сближаться Начиная со знакомства, заканчивая, там, перед сексом На свидании и так далее И в конце этого видео я тебе подробнее расскажу Сейчас я хотел тебе рассказать про клиентов То есть, у меня тут такие Постоянно, короче, мне кто-то звонит, пишет И рассказывает какие-то интересные истории После, кстати, прошедшего тренинга Практика предыдущего потока Я в очередной раз задумался о своих клиентах Кстати, следующий поток будет 25-го числа В Москве 25-е по 28-е Еще есть места, ты можешь записаться Ссылка под этим видео Я буду лично с тобой, рука об руку Делать эти практические задания и упражнения Поэтому у тебя все получится После последнего, того крайнего потока Была такая штука, что Несколько человек, 4 человека, по-моему Они в конце концов не дошли до конца этого тренинга И поэтому все ссыкуны, которые думают Ой, а вдруг я буду таким же Лучше не звоните и не приходите Вам это точно не надо Парадокс не в этом Парадокс в том, что слились, сука, качки Красавцы, высокие, стройные такие Мужики, прям реально охрененные чуваки Я думаю, боже мой Как так? То есть они настолько себя пожалели Единственное, что они должны были сделать Если даже вам страшно Если даже вы понимаете, как меня колбасит и так далее Лучший вариант здесь Это подойти к тренеру В частности, найти меня или кого-то из моих ребят Сказать, чувак, у меня не получается Я очень сильно ссуп Что мне сделать? Помоги мне Я так сильно боюсь Но признаться в этом Прийти и сказать, чувак, помоги И все, и проблема будет решена Как и делали все остальные Но не пропадать и не сливаться Это самое большое преступление Которое можно сделать в свой адрес По отношению к самому себе И в очередной раз я понял, что Были парни Был чувак, который вообще с коляски Месяц назад встал Были какие-то такие зажатые Прямо закомплексованные Аж тело зажатые Скрюченные чуваки Были какие-то Ну такие невысокие Лысоватые, пухловатые Неважно какие То есть разные Но не идеальные Ни красавцы, ни Аполлоны Ни качки И вот они все, сука, дошли до конца Потому что они цеплялись за жизнь То есть они получили охренительный результат И всем им стало классно и хорошо Вот А вот такой парадокс о клиентах Так И в жизни, ребят, то же самое То есть вы когда видите Например, у вас есть ситуация Когда вы видите То есть у вас есть девушка Которая вам нравится Но пока еще не ваша Вы обычный парень, да И тут вы видите Что за ней начал ухлестывать Какой-то, как вы говорите Мажор Там такой весь красавец Там на дорогой тачке Весь такой из себя То есть и вы думаете Блин, по внешним параметрам Я ему проигрываю У него есть атрибуты Которые Типа Выделяют его На фоне меня Он типа лучше меня Если вы будете так думать Ни хрена не получится То есть Не факт, что внутри У него есть яйца То есть Внутри у него есть стержень Не факт, что он Эту девушку получит Поэтому не спешите сдаваться То есть Каким бы вы ни были Это все отмазки Когда вы говорите Я невысокий У меня там некрасивое лицо У меня что-то еще И это такой бред Потому что Сука Вы только сами о себе решили Красивый вы или некрасивый Высокий или невысокий То есть Это факт Что только в вашей башке Есть также чуваки Некрасивые Какие-то толстые Кривые Они считаются Такими красавцами И у них все получается Работайте над этим Так По поводу клиентов Еще интересно Вот Насколько устроен мир Забавно Что приходит мужик Например Он реально руководитель бизнеса Какого-то большого Крупного предприятия Он производственник Он сидит при мне Разговаривает Своими подчиненными Так что я сам Сижу Аж в кресло вжимаюсь Он на них орет Ты че Он настолько жесткий И хардовый мужик Что думаешь Блин Ну как у тебя могут быть Проблемы с девушками Нифига Как только он видит Девушку Которая ему нравится Он превращается В няшку В зефирку И он становится Настолько не самим собой Поэтому это вообще Не показатель То есть Еще раз Если Вы видите Какого-то конкурента К себе Конкурента Который Как вам кажется В чем-то лучше вас Это абсолютно Ни о чем не говорит Ребят Недавно Вообще был Такой интересный случай Позвонил чувак С Ну с другой стороны Скажем так Я не буду выдавать имен То есть Есть все-таки Врачебная тайна Коротко От него ушла девушка И Ну как бы Ушла и ушла То есть Ну мы там Начали разговаривать Там оказывается Что девушка Он говорит Что я влюбился В женщину Просвечался с ней год И через год Понял Что она Нашел ее Какие-то переписки Старые в телефоне Она работала Проституткой В одной Из европейских стран То есть Она какое-то время Работала Проституткой И он говорит Блин Я не знаю Что мне с этим делать Потому что То есть Через год Я об этом узнал И честно Иногда бывают Такие сложные случаи Что я сам даже Хрен знает Что бы Вот я посоветовал Потому что Я честно Не знаю Как бы я Отреагировал На Вот такую ситуацию Правда Не знаю Я в тупике То есть Если я С одной стороны Девушку люблю С другой стороны Вот такая вот фигня И Не знаю Напишите в комментариях Что вы По поводу этого Думаете Ребят Вот И самый большой парадокс В том Что как бы Почему она ушла То есть Он говорит Я изменил Ей с проституткой То есть Как бы Я снял Проститутку Просто захотелось Секса На стороне И изменил ей То есть На самом деле Если бы Я бы понял Если бы Это была Какая-то Другая Девушка Ну Обычная Там Наверное Не просто Физиология Женщинам Это не объяснить Да Что чувак Просто захотел Кому-то присунуть И не смог Сдержаться Ну вот Ведь Карма Да Ребят То есть Она Сама Говорит Если бы Ты Изменил Мне С кем-то Другим Просто С женщиной Какой-то Обычной Я бы Так Не обиделась Не расстроилась Не ушла Но поскольку Ты изменил Карма Вот она Странная Хрень Вообще Да Что Она была Проституткой Он Ей Изменил С проституткой И она Еще Сильный Из-за этого Расстроилась Сказала Что это И был Фатальный Момент Вот это Конечно Очень Интересная История Таких Историй Мне Каждый Раз Каждый День Приходится Выслушивать Какое-то Довольно Большое Количество Раз А сейчас Как бы Вернусь К теме Заставки Да Почему Заставка Такая Где Я там Склонился Какой-то Женщины Потому что Ваше Внимание Надо хоть Как-то Привлекать Мир Странный Вам Нужны Сиськи Письки Жопы То есть Людям Нужна Яркая Картинка Да То есть Но Я считаю Более Важно Это Контент Это Знание Вот И у Меня Для вас Есть Охренительный Подарок То есть На самом Деле Женщины Они Те Которые Уже Решились Приняли Решение Записаться На Тренинг Практика Который Будет 25 Октября Они Уже Сделали Свой Выбор Они Записались Оставили Заявку Под Этим Видео Можете Так Же Оставить Если Вы Такой Же Решительный Для Всех Остальных Не Очень Решительных У меня Следующий Подарок Подарок Который Стоит 990 Рублей Да Подарок Стоит День Представляете Под этим Видео Ты можешь Найти Ссылку Где Есть Два Подарка На Выбор Либо Все Сразу Я Решил Дать Тебе Возможность Скажем Так Посмотреть Ту Теорию Которую Я Даю На Своих Индивидуалках И На Тренинге Практика Перед Тренингом Мы Высылаем Теоретический Материал Это Несколько Видео По Полтора Часа В Которых Я Рассказываю Теорию Философию Отношений Психологию Отношений Психологию Позиций Сверху И Одно Из Этих Видео Самое Первое У Тебя Сейчас Есть Возможность Его Получить Скачать Приобрести Всего За 990 Рублей Это Халява Потому Что Сам По Себе Тренинг И Эта Теория Стоит Значительно Больше И Ты Можешь Увидеть И Наверное Понять Нужно ли Тебе Сейчас Принимать Какое-то Решение В своей Жизни Или Оставить Все Как Есть И Также Там Есть Видеокурс Киноэстетика Прикосновения В котором Я Подробно На Живой Девушке В Питере Какое-то Время Назад Он Проходил Показывал Демонстрировал Как Трогать Девушку Как Возбуждать Как Киноэстетик Как Прикасаться Как Сближаться С помощью Прикосновений И Этот Курс Он По-моему Часа Два Длится Все Эти Подарки А это Именно Подарки Потому Что Инфа Намного Дороже Стоит Плюс Она Для Вас Хоть Какую-то Ценность Должна Иметь Вы Можете Забрать В течение Недели Через Семь Дней Я Этот Подарок Закрою Вы Можете Успеть Забрать Их Под Этим Видео Также Вписывайтесь В группу Которая Называется Практика 25 Октября Места Осталось Уже Совсем Мало То есть 20 Человек Это Максим Сколько Я Возьму Будем Вместе Делать С вами Практические Задания Упражнения Это Был Шамшурин Не Болейте Пока